Девушки отдыхают Мы продолжаем изучать русский язык. С нами вы научитесь правильно писать, выучите новые жесты, узнаете много правил. Это мои помощники, учащиеся Казанской школы. Привет! Тема нашей сегодняшней программы – имя существительное. Вы, конечно же, проходили это в школе. Кто помнит, что такое существительное? Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет. А кто помнит, какие вопросы помогают нам определить, что это именно существительное? Кто? Что? Правильно! Например, кто? Анна. Или что? Вода. Давайте с каждого по примеру имени существительного. Ветер. Кот. Путешествие. Маша. Молодцы! Замечательные примеры. Все эти слова отвечают на вопросы «кто? Что?». Это их объединяет. Но есть один пример, который немного отличается от остальных. Есть идея? Какой? Мой пример. Потому что Маша – это имя. Молодец! Все имена существительные делятся на собственные и нарицательные. Имена собственные – это географические названия. Например, Москва, Байкал, фамилии и имена людей, клички животных. Например, Барбос, Анастасия, Иванов. Все имена собственные всегда пишутся с большой буквы. Это надо запомнить. А нарицательные называют предмет без какой-либо конкретики. Например, девочка, мальчик, собака, город, озеро. А теперь посмотрите на наши примеры на доске. Как вы думаете, почему существительные объединены именно в такие группы? В первом столбике все существительные женского рода. Во втором – мужского, а в третьем – среднего. Правильно! Существительные имеют род. По родам существительные изменяться не могут. Река – она всегда женского рода, а конь всегда будет мужского. Род у существительных определить довольно просто. Подставляем слова «мой», «моя», «моё». И все сразу становится понятно. Земля – моя, женский род. Кот – мой, мужской род. Окно – моё, средний. А к какому роду относятся слова «сирота», «тихоня», «грязнуля»? К женскому, наверное, «сирота». Она моя. А разве нельзя сказать «он» – сирота? Можно. Да, верно. Сирота, сластёна, выскочка и многие другие существительные, заканчивающиеся на «а», «я», характеризующие человека и как-то оценивающие его, относятся к общему роду. Можете вспомнить ещё примеры? Неряха, работяга, умницы подходят. Да, конечно, молодцы. Если по родам существительные не изменяются никогда, и это надо запомнить, то по падежам и числам меняются постоянно. С числами всё просто. Имена существительные бывают в единственном числе и во множественном. Кто предложит примеры? Мяч – мечи. Дерево – деревья. Сумка – сумки. Носок – носки. Рубашка – рубашки. А как бы с брюками? Как сказать «брюки» в единственном числе? Никак. Это одно из слов, которое употребляется только во множественном числе. Ещё, например, ножницы, вилы. Из-за того, что у них нет формы единственного числа, мы даже не сможем определить, к какому роду они относятся. Ведь род определяется только по форме единственного числа. Интересно, а есть такие существительные, у которых нет множественной формы, а только единственные? Да, есть. Например, молодёжь, парфор, человечество. Давайте вспомним падежи. Сколько их и какие? Всего падежей шесть. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный. Молодец! Как запомнила? Очень просто. Надо запомнить предложение. Иван рубит дрова, Варвара топит печь. Всё. Первые буквы каждого слова. Это первые буквы падежей. Молодец! А как вы думаете, зачем нам нужны падежи? Тем более в таком количестве. Без падежей было бы ничего непонятно. Например, Алёна нравится Вите. Не разберёшь же, то ли Алёне нравится Вите, то ли наоборот. Правильно! Падежи нам нужны для того, чтобы связывать слова в предложениях. Итак, именительный – это особенный падеж. Самый главный. Здесь существительные будут в своей начальной форме. На какие вопросы отвечает этот падеж? Кто? Что? Правильно! Давайте для примера возьмём слово женского рода – река. В именительном падеже будет река. А дальше? Какие вопросы нам помогут определить окончание в родительном падеже? Нет кого? Чего? Правильно! Правильно! Нет чего! Реке окончание «а» изменилось на «и». Дальше – дательный. Дать кому? Чему? Правильно! Дать чему? Реке окончание «е». А на какие вопросы отвечает форма винительного падежа? Видеть кого? Что? Да! Видеть что? Реку. Творительный падеж. Творить кем? Чем? Творить чем? Рекой. А теперь вопросы предложенного падежа. Думать о ком? О чем? Отлично! Думать о чем? О реке. Диана, давай теперь ты просклоняешь существительное среднего рода. Например, солнце. Есть солнце. Нет солнца. Дать солнцу. Видеть солнце. Творить солнце. Думать о солнце. Отлично! А тебе достается слово женского рода – ночь. Да, кстати, все помнят, что когда существительное женского рода оканчивается на один из шипящих звуков, после него всегда пишется мягкий знак. А у существительных мужского рода никогда не пишется мяч, например. Есть ночь. Нет ночи. Дать ночи. Видеть ночь. Творить ночью. Думать о ночи. Отлично! Молодцы! Посмотрите, что получилось. Везде окончания разные. А это мы просклоняли только три слова. Что же будет, если просклонять десять или сто? Везде будут разные окончания. Это же невозможно запомнить. На самом деле все просто. Все имена существительные делятся на три основные группы. К первой группе относятся существительные, которые в именительном падеже оканчиваются на «а», «я». Это будет большая часть существительных женского рода «река», «мама», «земля», а также несколько существительных мужского рода, например, «папа», «дядя», «ваня» и все существительные общего рода «ниляха», «сирота». К второй группе относятся существительные мужского рода, у которых в именительном падеже нет окончаний, правильнее сказать с нулевым окончанием «стол», «муж» и все существительные среднего рода «окно», «сено». К третьей группе относятся только существительные женского рода с нулевым окончанием «тишь», «ночь», «мышь». У всех существительных, относящихся к своей группе, окончания при склонении по падежам будут меняться примерно одинаково. Очень часто неслышащие, когда пишут сообщения, забывают об окончаниях и падежах. И получается полная путаница. Слова в предложениях не связаны между собой и ничего не разобрать. Внимательнее относитесь к окончаниям и не забывайте про падежи. Небольшое домашнее задание для вас. Просклоняйте по падежам по одному слову из каждой группы. Например, «невеста», «оркестр», «жизнь». Ваши ответы мы будем рады видеть в нашей группе ВКонтакте. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!